У вас, как у представительницы Госдепартамента США, какие впечатления остались после саммита НАТО? Настолько он был успешным, как о нем говорят западные СМИ, украинские СМИ также? Действительно, саммит НАТО в Мадриде был очень исторический, потому что впервые в 12 лет НАТО поменяла, редактировала стратегическую концепцию. И, как мы видим, сейчас, если 12 лет назад Россия работала с НАТО в качестве партнер, сейчас Россия является угрозой для НАТО. Так что, вот, и тоже историческое из-за того, что сейчас Швеция и Финляндия участвовали и станут членами НАТО. И лидеры стран НАТО показали, что альянс НАТО сильнее, чем был раньше, и что НАТО может бороться эффективно с такими угрозами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. И в этом входит, конечно, Россия. Один из итогов, скажем так, о России мы чуть позже будем поговорить. Хотя давайте, наверное, начнем все-таки с Российской Федерации. Вот в материале шеф-редактора телеканала UA, Алексея Мацуки, была прямая речь мистера президента Джозефа Байдена. Он несколько раз сказал, Россия, 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 Россия. Стратегическая угроза для Североатлантического альянса. Почему, по вашему мнению, впервые за 12 лет призвали именно, назвали именно Российскую Федерацию этой угрозой, скажем так? Почему было такое долгое ожидание, прежде чем назвать все-таки Российскую Федерацию, которая начала агрессию не только против Украины, но и против нескольких других суверенных государств, таких как Грузия, Приднестровье и еще раньше, еще в 90-х годах прошлого столетия? Почему только сейчас Россия названа угрозой для цивилизованного мира, для Североатлантического альянса? Ну, мы видим, что Россия делает в Украине. Мы видим такие заявления, которые выходят из Кремля. Мы видим действия России в разных странах мира. И не видим, что Россия хочет работать вместе с другими странами мира, а против. Так что вот из этого, как президент Байден правильно сказал, Россия просто в центре внимания сейчас, как главная угроза, в качестве главной угрозы для США, для НАТО, для мира. Потому что ситуация сейчас в Украине, это создает опасность не только для Украины, для Европы и для всего мира. Так что это очень важно, что включили это в стратегическую концепцию, и что США вместе с нашими партнерами будем вместе бороться с этим. Вы говорите о дипломатии, либо же о возможной борьбе еще и на полях битвы, скажем так, непосредственно боевых столкновениях. Мы знаем о ситуации в Литве, тяжелой. Российская Федерация пытается выбить себе транзит в Калининградскую область, анклав Российской Федерации, поясню для наших зрителей, угрожая Литве. Эксперты на кремлевских телеканалах уже рассказывают о том, что они могут взять Литву буквально за три дня. В принципе, такие же массажи мы слышали и о Киеве. По факту знаем, какая ситуация в столице Украины, скажем так. Литва это член НАТО, скажем так. И тут уже, возможно, стоит говорить не только о битве дипломатии, но и непосредственной битве между НАТО, между бойцами, вооруженными силами НАТО и вооруженными силами Российской Федерации. Ну, хочу напомнить, что пятая статья железная. Так что это нападение на одного, это нападение на всех. И если будет нападение, тогда это было бы очень серьезно. Но работаем на разных фронтах. Дипломатический фронт, конечно. Работаем с нашими партнерами, чтобы указать максимальное давление на Россию. Но также, как президент Байден объявил, США усиливают присутствие в Европе. Будет постоянный штаб пятой армии в Польше. Усиливаем партнерство с Великобританией, где будет еще два эскадрилья F-35. И тоже усиливаем присутствие на море, где в Испании будет еще два эсминца. Так что, кроме того, что США делают, делают все страны НАТО, мы объединились, чтобы усиловать присутствие на восточном фланге НАТО. И это включать, конечно, на странах Балтии. Ну, чтобы, знаете, чтобы уточнить еще раз, в случае агрессии Российской Федерации против Литвы, Соединенные Штаты Америки, как член НАТО, готовы помочь государству, готовы стать частью, стать стеной в защиту демократии? То, что НАТО, вот это просто центральный пункт Альянса НАТО, что все страны объединяются, если будет нападение на одного, тогда все остальные страны объединяются, чтобы помочь, чтобы обороняться. И США это прекрасно знают, потому что единственный раз, когда это было использовано, было, чтобы помочь США в Афганистане. — Российские СМИ, прокремлевские, пропагандистские, говорят о том, что на решение о признании Российской Федерации стратегической угрозой для Североатлантийского Альянса непосредственно влияли в Вашингтоне, что именно Вашингтон якобы ответственен за именно вот такую эпитет, если так можно говорить, для Российской Федерации со стороны НАТО. А правда ли то, что в Вашингтоне влияли на такое решение, влияли ли на самом деле? — Ну, НАТО такая организация, что все страны имеют голос, и мы все видим то, что Россия делает, вот это варварство и жестокая война в Украине. Так что это не только США, это все страны НАТО это видят. И мы объединились, чтобы говорить одним голосом, очень громко, и что Россия сейчас является угрозой для НАТО, для безопасности в мире. — Есть ли у Соединенных Штатов Америки сейчас долгосрочная стратегия работы, скажем так, с Российской Федерацией, с российской агрессией по всему миру? — Ну, хочу сказать, что, может быть, это не совсем с российской агрессией, хотя это связано. США готовы помочь Украине бороться с российской агрессией столько, сколько надо, сколько, столько потребуется. Так что мы готовы бороться с этим. И мы будем тоже работать на дипломатическом фронте, чтобы найти все возможности, чтобы бороться с российской агрессией с той стороны. Мир будет лучше, когда все страны уважают демократию, суверенитет, территориальную целостность. А мы это не видим от России. И будем делать все возможное в наших силах, чтобы это было в будущем. И будем опять поддерживать Украину сегодня, завтра, послезавтра, до того, как можно положить конец этой войне. — Еще одно государство, название которого активно звучало во время саммита НАТО, и об этом государстве говорится в документе, который называется «Стратегическая концепция обороны НАТО». Это Пекин, это Китай. Почему Китай не был назван стратегической угрозой для Североатлантического альянса? Ну, США вместе с нашими партнерами мы видим такие действия Китая во всем мире, в технологическом сфере и в других. Так что вот это действительно создает опасность для стабильности в мире. И вот как раз правильно, что НАТО включило не только Россию как угрозой, но тоже напомнилось Китай в этой новой стратегической концепции. — Как именно? Вот если смотреть сам документ стратегической концепции, мы, кстати, можем показать его также нашим зрителям, как выглядит в диджитал-версии, по крайней мере, стратегическая концепция НАТО. Там, я думаю, стоит почитать всем тем, кто хочет ознакомиться с конкретикой, а не выслушивать информацию, это обращаясь к нашим зрителям из Российской Федерации, прочитать его. Там есть несколько пунктов, как раз они посвящены Китайской Народной Республике. Говорится о том, что КНР использует широкий спектр политических, экономических, военных инструментов для увеличения глобального присутствия, проецирования мощи. Говорится в НАТО, что открыты в этой концепции, что открыты по-прежнему для конструктивного взаимодействия с КНР. В том виде, в котором сейчас есть политика Китая, насколько возможны конструктивные взаимоотношения? Ну, всегда, если будет воля от Китая, иметь конструктивное отношение с НАТО. Когда воля есть, тогда можем вместе работать. Просто когда видим действия в экономических сферах, в технологических сферах, которые создают угрозы для демократии во всем мире, тогда нам нужно открыто об этом говорить и назвать это вот так, как и есть. И вот это угроза для стабильности в мире. Если говорить непосредственно о встречах прямых, либо же переговорах Китая, Китая, давайте так, из Соединенных Штатов Америки, напомню нашим зрителям, что 18 марта 2022 года были переговоры в формате видеоконференции. До этого были переговоры 16 ноября Джозефа Байдена и Си Цзиньпиня, представителя главы Китайской Народной Республики. Для того, чтобы как раз вот те разногласия, о которых мы сегодня говорили, о том, чтобы уменьшить влияние Китайской Народной Республики на мировую систему безопасности, в том числе, чтобы уменьшить ее угрозу. Будет ли президент Соединенных Штатов Америки в дальнейшем контактировать с Си Цзиньпинем? Когда возможна подобная встреча? И нужна ли она сейчас, как вы считаете? У нас буквально 40 секунд. У меня нет информации о будущих встречах, но президент Байден очень активно путешествует, очень активно имеет эти встречи. Так что посмотрим, когда Белый дом будет объявить что-то в этом направлении. Кстати, если говорить о встречах, а не планирует ли Джозеф Байден приехать в Украину? У меня нет информации об этом. Пока следующая поездка у него в Израиль и в Личний Восток. Продолжение следует...